Кем я сегодня занимаюсь весь день? Волшебничаю, химичу. Друзья, посмотрите, сколько печенья я напекла. Для чего? Сегодня у нас на зумбе, со вчерашнего дня. Девочки хотят что-то организовать, какую-то встречу, выпить чай, кофе, покушать, наверное, я не знаю. И вот они гадали-гадали и решили все-таки сделать в нашей балетной школе, остаться после занятий. И сказали, кто что может, то принесите. Начало лета называется, хотя уже лето началось. И я вот подумала, после зумбы я никакая. Это уже 10 часов, кушать на ночь. Я могу там расслабиться, когда у меня какой-то праздник, допустим, пятницу или в субботу. Уже знаю, что завтра мне ничего не ждет. А завтра у меня клуб йоги, у меня завтра конференция два дня по бизнесу. Я делаю трансляцию на своем втором YouTube-канале Светлана Ата, Гигуэс. Большая ответственность. Я должна быть в хорошем состоянии. Поэтому я решила, я вообще решила, что я не буду участвовать, но почитав чат, девочки сказали, что обязательно все к восьми приходите. Ну, в общем. Значит, все будут участвовать. Я вообще не понимаю, как, что. Турецкий учу, поэтому я и с ними в чате и общаюсь. Но мой муж говорит, давай хачапури. Ну, хачапури у меня как-то позиция с ним, с тестом. Если честно, мне было неохота. Неохота. Если было как-то заранее, а то вдруг я приняла решение начало пятого. Что-то надо нести. И хорошо, что я такая умница. И у меня есть такие легкие рецепты печеней, которые вы с удовольствием тоже готовите. Мне очень приятно. Мои дорогие зрители. И вот я их приготовила. Две порции. Белые с черным. И для нас оставлю. Так все быстро намесила, замесила. Кухню убрала. В общем, я очень довольна. Я, наверное, час вожусь. И туашком пошел там купить ванилин. И поэтому задержалась немножко. А то бы еще раньше сделала. Посмотрите, какие они обалденные. Сейчас он выпил с кофе. А здесь я внутри положила, вот именно по кольцевой, да? Так специально обозначено для себя. Я только их вытащила с духовки. Знаете, что я положила? Изюм. Можно экспериментировать. Здесь я посыпала, видите? Разными этими красотулечками, украшениями. Можно было и помешать два теста, сделать какие-то рогалики, магалики. Но это потом. Потом буду какую-то начинку тоже. Я тоже хотела сначала конфетку положить, но думаю, не буду рисковать, когда для себя буду печь. Вот тогда и сделаю. Так вот, мои дорогие. Вот сегодня у нас будет такая партия. Партия, партия. Будем мы... Не знаю, как будет с турецкими женщинами. Я еще не ходила на вечеринки. Так что очень интересно. Если будет возможность, обязательно вам все покажу. Или расскажу. Это наша партия. О чем я не указываю. Переод delle кускол Mafía. Это моя память. Я не знаю, как сделать эфир на аж сантим cerки, оно сidän на желе sliding, поэтому мы англ, которые улет sistemировались, затянули полностью штуки. Я не знаю, что я все беру. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер, мои дорогие! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 около двух месяцев лежала, и я рассказывала о нем, историю. Была мама, была домработница, сын. Но я сейчас чувствую, что его жизнь очень изменится. Что сейчас все на его плечи свалится. Это так и есть, так и будет. Так что, друзья, царство небесное этой женщине, пусть земля будет ей пухом. Всего хорошего ей в том мире. Наверное, там хорошо, потому что оттуда никто еще не возвращался. Когда они вчера гуляли с мужем, Эндер пришел и говорит, Ялчина срочно вызвали. Там надо подписаться за что-то, дать согласие. Вызвали детей, сына, еще другого. Какую-то операцию ей должны были провести. А может, мне кажется, говорит, она вся распухла. У нее остановились почки, асцит, наверное, жидкость брюшной полоси скопилась. Прюшной полоси скопилась. Ну вот, мне кажется, прокол должны были сделать и откачать эту жидкость. Но на такие все манипуляции обязательно нужно согласие детей, родственников, близких. Ну вот, я не знаю, там, что получилось, но вот с утра такое сообщение о ее смерти. Но жизнь продолжается, мои дорогие. Я тут все в уборке, как всегда. У нас в квартире и вообще в Мерсине самые актуальные полы это вот такие. Я сейчас, когда я приехала, для меня это было очень странно. Думаю, как в операционной. Паркета нет, не ламината. А сейчас я это понимаю, что это самый лучший вариант. Вот так вот пройдешь все углы, протрешь, и у тебя свежестью пахнет. И ты видишь, каждый, допустим, там кусочек чего-то там почистить. Видите, я с вами вместе хожу. Я эту швабру такая довольна. Она везде подлезет. Посмотрите, и туда везде подлезет, и сюда. Мои дорогие зрители. Кстати, надо поставить мой кошелек на зарядку, чтобы денежки пришли. нарастающая луна, поэтому, мои дорогие, заряжайте кошельки. Так, и о чем я рассказывала, что вот так вот пройдешься, да, какая-то пыль, пыль собирается. Вы понимаете? Пыль всегда собирается. Так, дальше, что мы делаем? Опускаем наш раствор, вот я пользуюсь вот таким. Их-тых-тых-тых, руки чистые, все замечательно. Пару движений, и все. Пошла дальше. Вот, какая у меня замечательная швабра. Вот, хочу показать вам мои сертификаты. Мои сертификаты. Так, это на русском языке. Светлана Ата. Вот почему написали Светлана Ата. Ата Светлана. Нейрографика, пользователь, алгоритм, без права преподавания, проведения мастер-классов. И вот на английском языке. И вот на английском языке. Друзья мои, это моя гордость, действительно. я так к этому стремилась, и это мне дает столько красок в жизни, и я для себя открыла. Ведь нейрографика, она вкус жизни появляется. позитив появляется, мотивация, что-то делать, что-то стараться и верить во все хорошее. И успокаивает она. Ой, моя любимая нейрографика. Принимаю от вас поздравления, мои дорогие. А этот цветок распускается всегда ночью, вечером. Я это уже заметила. К сожалению, другой голубь ко мне не прилетел. цветочки уже приходят в себя, но вот эти испорченные листики я продолжаю по возможности убирать. Вот сели там продавать что-то. Вот я могу с полным сердцем вам сказать, что я счастлива. Боже, так мне классно на балконе здесь. Боже, какой вид, какой парк. Так, успокаивает. Друзья мои, я счастлива. Я счастлива. Благодарю Боженьку и Вселенную. Благодарю весь мир за то, что я здорова, за то, что я имею руки, ноги, голову. Хожу, двигаюсь. И знаете, что, когда многие жалуются на то, что нет денег, у нас не получится, нам не поверят, вот я так не смогу. Вся проблема у вас, друзья, вся проблема у вас. Начните с самого элементарного. Каждый день говорите себе, что вы сильная, вы все, у вас все получится. Я сильная, у меня все получилось. Все слова произносите в прошедшем времени. как будто вы уже все сделали. Поверьте, это срабатывает. Я так жила, я проходила такой путь, и у меня получилось. Благодарю Вселенную за все. Мой Ашкэм ушел, у меня дела тут кое-какие, у нас скоро лиминар будет, скоро, скоро, через два часа. Жизнь прекрасна, пробуйте жизнь, жизнь прекрасна. Это мой ужин. Наш ужин, но мужа моего нет до сих пор. Но ужин готов. Посмотрите, какая красивая у меня куриная грудка. Боже мой, я сама не ожидала, что так получится. Она с гранатовым соусом. Также у меня вот такие вот салатики, захотелось что-то сладить. Это солененького и кока-кола. Ну, я буду заворачивать в эти листья вместо хлеба. О чем бы я хотела поговорить вам, показать. Там у меня видите соседи сидят на балконе, вблизи глядят, гладят, смотрят на меня друзья. Я сегодня вам дала неправильную информацию. То есть не сегодня, а вот впереди было у меня кадры. Мой муж меня спутал. Не я виновата. Естественно, я удивилась, что так быстро утром ночью умерла женщина. И ее уже хоронят. Это не так. Она еще в морге. Ее привезут завтра. Все это должны хотя бы как-то попрощаться. С ней семья, все. НДР как ушел до сих пор там с другом находится. Он рассказывает, что привезли палатки, скамейки, чай, говорит, Белидия. Мерия прислала бесплатно. Я не знаю, как она прислала чай в пакетах. Не имею представления. Он придет, я его спрошу. Мы сидим здесь, и приходят друзья. Сегодня будет какая-то панихида, а завтра ее похоронят. Ну, вот это более-менее по-божески. А то я думаю, куда такая спешка. Так что вот информация правильная сейчас. И в воскресенье завтра мой муж тоже будет с ним. Так что это дает возможность мне заниматься своими делами. Тем более у меня два дня конференция идет, только закончилась. Очень много новостей. Наш бизнес переходит в мета-вселенную. одним из первых мы будем в ней. Одним из первых, не то, что первые, одними из первых. Ну, и у меня очень много работы, изучения, надо материала, и буду сидеть и заниматься. Сейчас покушаю вместе с вами. Приятного мне аппетита, мои дорогие. Ставьте лайки, пишите комментарии. кстати, хочу кое-что поговорить с вами. Ну, ладно, все-таки не буду показывать себя, а так смотрите на моих соседей, на балкон, и я буду вам все это показывать и рассказывать, потому что они слепые и не видят, что я их снимаю. О чем бы я хотела с вами поговорить? Читала комментарии одной подписчицы, мне нравится мой контент, уважаемая, я не могу, а другая очень добродушная женщина сказала, а что я снимать, что есть, то и показывает. Спасибо. Дай Бог вам счастья и здоровья за поддержку. Действительно, я не могу перепрыгнуть выше головы, какая у меня есть жизнь, такую я показываю. мне кажется, мои дорогие, у меня такая насыщенная жизнь, дай Бог, чтобы у вас была из двоих вас, чтобы у одной хотя бы была такая жизнь насыщенная, интересная, как у меня. У меня и море, и походы, и экскурсии, и гости, и общение с девочками, и развлечения, и вечеринки, и рестораны. Этот контент, если вас не устраивает, тогда ведите другим блогерам. Я показываю еще раз, я говорю, блоги мои каждодневные, так что больше я ничего вам не могу показать. В космос я не полечу, что есть, то и показываю. Так что и вам желаю счастья, радости и здоровья. И будьте немножко подобрее друг к другу. Доброта сохранит, красота спасет мир, и доброта спасет мир, и ваши души. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.